Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. Встречу провел глава Владимир Ружицкий. Полторы тысячи обращений граждан, 40 заведенных уголовных дел, из которых 34 раскрыты по горячим следам. Такое выдалось неделя у Люберецких стражей порядка. О неординарных случаях подробно рассказал начальник межмуниципального управления Евгений Романцев. В метро-котельнике был задержан гражданин, который приехал заложить закладку, около килограмма всяких наркотических веществ. Сейчас возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Также руководитель ведомства в преддверии праздников попросил быть бдительными жителей округа. Обычно в это время увеличивается количество мошеннических действий. Люберецкие огнеборцы, в свою очередь, доложили, что за минувшие 7 дней они осуществили 23 выезда по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации трех пожаров. Один из них произошел на территории нашего муниципалитета. 15 декабря в 3.08 город Люберец, улица Льва Толстого, у дома 17 автомобиль. В результате пожара пострадавших нет. В сфере ЖКХ тоже было все спокойно. Аварийных ситуаций на территории округа не зафиксировали. Также Дмитрий Шумский рассказал, что работы по выполнению капитального ремонта домов в Люберцах на этот год выполнены в полном объеме. До июля 2018 в городском округе запланировано сделать еще 85 МКД. Выполнение программы «Мой подъезд» еще раз коротко остановлюсь. Мы выполнили все в срок. Выполнение программы «Доступная среда» у нас 312 подъездов. Эта неделя крайняя мы должны все завершить. Далее на еженедельном совещании выслушали доклады о содержании Люберецких дорог. По словам Егора Бунтина, на минувшей неделе упор делался на уборку снега и наледи с проезжих частей и тротуаров. Кроме того, в связи с неоднократными перепадами температур образовались ямы, которые пришлось экстренно ликвидировать. Технологии «Холодный асфальт». Сотрудниками ГИБДД было выявлено 632 нарушения правил дорожного движения, эвакуировано 134 транспортных средства и выписано штраф на сумму 850 тысяч рублей. Также на заседании стало известно, что в городском округе продолжаются мероприятия по согласованию видов работ и адресного перечня, который предстоит комплексно благоустроить в 2018 году. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!